Ну, тогда еще раз всем добрый вечер и присутствующим, и тем, кто присутствует удаленно. Вот, я преподаватель Центра компьютерного обучения Елена Гречко, я преподаю пользовательские курсы, и сегодняшний вебинар посвящен, в общем-то, достаточно любопытной программе семейства 1С, это программа управления нашей фирмой. Да, соответственно, что касается нашего центра, да, в общем-то, ну, раз вы к нам подключаетесь, я думаю, что, в общем-то, все-таки многие из вас у нас учились, у кого-то, да, там кто-то что-то сказал, это замечательно, но вот, как я уже сказала, что мы стараемся не стоять на месте, и у 1С есть достаточно такой вот любопытный продукт управления нашей фирмой, как я вот уже повторяюсь, и, собственно, наш семинар посвящен именно ей. С чем это связано? Ну, в основном, я думаю, для кого не будет новостью, стандартные программы, которые чаще всего применяются в этой жизни, которые все используют, у которых все на слуху, это, естественно, бухгалтерия, 1С зарплата управления персоналом, это 1С управления торговлей, вот, ну и, естественно, и ERP, и комплексная автоматизация. Но ситуация в нашей жизни обстоит следующим образом, что для многих организаций цена вопроса, она тоже играет достаточно большую роль, особенно, если речь идет о мелком и среднем бизнесе. Ну, вот как раз программа управления нашей фирмой, она ориентирована, в первую очередь, на мелкий и средний бизнес, и, конечно же, самое замечательное в ней то, что она, по сути, позволяет вести именно управленческий учет. То есть здесь, здесь у нас, в частности, в программе, как видите, реализованный модуль CRM, у нас есть и продажи, и закупки, и работы, и производство, то есть, по сути, по сути, учет в ней может вести организация, но фактически с любым видом деятельности, то есть и те, кто занимается оптовой торговлей, и те, кто занимается розничной торговлей, и те, кто занимается производством, и те, кто занимается оказанием услуг и, соответственно, выполнением работ. И, если честно, когда, в общем-то, я только начинала в ней работать, у меня было отношение двоякое, поскольку существует программа бухгалтерии, существуют, да, вот, в общем-то, стандартные продукты, и сначала было отношение вообще, вот, честно, мое личное, оно абсолютно двойственное. Вот, а сейчас уже, вот, именно в том виде, как сейчас она существует, ну, это действительно очень достойное решение. Здесь, в общем-то, любая вот компания, любая компания может найти для себя все требуемые документы, что любопытно, вот, просто покажу, в программе предусмотрена возможность в настройках, она, кстати, вот, ощутима, особенно по настройкам, отличается от типовых программ. Что здесь любопытного, как видите, можно ввести и учет нескольких организаций, да, и по компании в целом, то есть это плюс огромнейший. Ну, вот, формирование регламентированной отчетности здесь все-таки больше ориентировано на то, что можно сделать, это больше ориентировано, я бы сказала, на ИП, все-таки, все-таки на ИП. Вот, то есть, скажем, того комплекта отчетности, который есть типовых бухгалтерских программах, здесь мы с вами не найдем. Ну, для этого и есть программа бухгалтерия, если на то пошло. Ну, или то, что у вас установлено в целях бухгалтерского учета. Но при этом, да, вот самое важное, потому что программа бухгалтерия, она всем хороша, в ней великолепнейшим образом можно работать, но, в общем-то, вы прекрасно знаете, что у нее нет чего, у управленческого учета. А здесь он есть. И это один из самых огромных плюсов программы управления нашей фирмой. Кроме того, вот еще, в частности, очень любопытная вещь, это то, что в программе встроен план счетов. Но, обратите внимание, план счетов управленческого учета. Да. Да. И в чистом виде, кстати, в чистом виде здесь мы с вами проводок не видим, хотя документы, когда регистрируются, они проводятся и формируется то, что, собственно, как это определяет разработчик, формируются проводки именно в целях управленческого учета. Есть журнал. Есть журнал проводок, где можно посмотреть. Да, 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 есть такое дело. Но вот встроенный план счетов, он по умолчанию дублирует что? План счетов козерасчетной организации. Ну и, естественно, в случае необходимости мы с вами можем открывать новые счета, субсчета и здесь, посмотрите, вообще, можно определить, какой тип счета. Именно в целях управленческого учета. То есть это красота необыкновенная, честно говоря. Как у нас с вами, да, будет идти распределение. То ли на финансовый результат, да, то ли поваловые прибыли. Вообще, изумительно придумали. Ну вот то, что сейчас есть, это прекрасная вещь. Еще вот что любопытного, собственно, о чем вот у нас будет курс. То есть, смотрите, курс будет, вот, который запускается, он построен на частично заполненной базе. И организация напичкана с разными видами деятельности, чтобы посмотреть вот все возможности, все разрезы программы, то есть, в частности, для оптовой торговли, вот, как контролировать процесс продаж, да. То есть, и что замечательно, если вот, например, говорить о продажах, о продажах, здесь настройками мы, естественно, можем определить с вами, какие виды документов, то есть, в том числе и комиссию тоже самое, если у кого-то комиссионная торговля. Документы регистрируются великолепнейшим образом, и они вот сделаны так, что, по сути, для того, чтобы сделать, например, реализацию, человеку не надо знать специфику бухгалтерского учета абсолютно, но при этом, при этом, смотрите, и доставочку, и оплату, все это мы сразу можем здесь определить, и на основании выставить и счета, можно из программы, и, собственно говоря, сами документы, они дают все типовые формы. Скажите, типовые формы вот эти не предустановлены? Да, 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 да. Потом вот еще, то есть, вы знаете, возможности колоссальные совершенно. Вот, в частности, если говорить о работе с контрагентами, вот в разделе CRM есть такая любопытная вещь, как лиды, да, то есть, это наши с вами, условно говоря, потенциальные клиенты. И работать тоже, вот опять же, можем каким образом? Ну, вот просто списком это совсем неинтересно, честно говоря. А вот есть карта лидов, здесь у нас с вами, да, те, кто не обработан вообще. Ну, то есть, грубо говоря, мы провели там презентацию в Крокус-Сити, да, там с кем-то кто-то заинтересовался, оставил координаты, вот мы взяли, зарегистрировали. А дальше, дальше уже вот у нас кто в работе, да, кому отправлено коммерческое предложение, назначена встреча и сделано сие творчество, каким образом? Ну, смотрите, я могу элементарно переводить лиды, то бишь потенциальных покупателей, из одного состояния в другое, просто легким движением руки. И, конечно, конечно же, еще вот в нижней части, посмотрите, если у нас отправлено, например, уже коммерческое предложение, я уже в дальнейшем могу вообще вот одновременно с отправкой коммерческого предложения не просто сказать, что отправлено, да, а могу сказать, что мне надо человека перевести в справочник покупателей и, соответственно, зарегистрировать уже заказ покупателя. То есть вот, видите, легким движением руки, легким движением руки у нас с вами получается великолепнейшая вещь, просто изумительная. Кроме того, опять же, вот у 1С, все вы знаете, великолепная вещь, великолепная вещь, это механизм ввода на основании, он здесь тоже присутствует, то есть это тоже немаловажно. Очень здорово то, что вот мы-то учимся всегда на последних обновлениях, ну, стараемся, да, соответственно, очень здорово то, что, в частности, 1С, она сейчас постоянно вносит какие-то изменения, и, в частности, вот добавили такого ассистента по управлению нашей фирмой, да, зовут ей я Даша, да, ну, сейчас же у нас кругом там Сири, Алисы, вот вам, знакомьтесь, это Даша, вот, ну, пока-пока у нее, как видите, возможностей не очень много, да, то есть вот я даже специально выносила на один из слайдов, поскольку это реально вот изюминка программы, да, пока она может только менять состояние заказов, развещать, в частности, о том, что заказ был отплачен, отгружен, да, вот, и передавать сообщения клиенту о том, что мы там начислены, не начислены бонусы, да, вот то, что она может в настоящий момент задается это, как видите, великолепнейшим образом, то есть можно определить, что сделать, добавить, да, какие-то действия тут, как видите, предусмотрена возможность далеко не по одному заказу, например, отработку делать, изумительно, кстати, здорово сделано, и плюс еще, кстати, сейчас появилось мобильное приложение управления нашей фирмой, вот, оно уже доступно и в том числе в Гугле, в Play Market, я имею в виду, и, соответственно, там все основные документы тоже точно так же можно регистрировать. вообще, вот, реально, реально, еще, вот, плюс огромнейший, плюс огромнейший, обратите внимание, например, вот в разделе продажи предусмотрена отдельно прям прием и передача в ремонт, да, вот, я тут, в частности, вот, развлекалась, да, госпожа Карпова передала в ремонт веник с палкой, да, вот, но, если серьезно, это ведь тоже для нас с вами немаловажно, регистрировать вот такие вот события, предусмотрена возможность выбора вариантов ремонта, даже, вот, наверное, будет интереснее, если я сейчас это покажу, на новом документе, пускай даже та же самая, кого-нибудь другого возьмем, и что-нибудь возьмем, да, пусть будет ведро, но, обратите внимание, варианты ремонта, то ли через сторонний сервисный центр, да, то ли это будет наша мастерская, да, то ли, соответственно, и заказ, и наряд, и акты, все сразу это можно сделать, то есть именинное сердце, честно говоря, вот просто, не надо, нет, ну, вы зря смеетесь, я не знаю, может быть, вам кажется, что реально здорово сделано, и получается, вот, в сравнении, да, потому что, например, ремонты, ремонты, они, по сути, сделаны где в настоящий момент, если говорить о программах семейства 1С, только в ERP, в комплексной автоматизации ни о каких ремонтах речи нет, комплексно это вообще фактически урезанный ERP, да, цена вопроса соответствующая, а здесь вот плюс то, что, в общем-то, есть самое лучшее с функционалом всех программ, все это собрали, объединили и сделали наглядно, и вот то, что я вам уже показала, ведь программа позволяет документы, да, есть вот ERP провести, но в чистом виде проводок нет, и если у нас небольшая организация, сотрудник сидит там на своем участке, он знает, что у него, к примеру, есть там заказ, наряд и так далее, ему какие-то там глубины высокие, они абсолютно не нужны, ему это не требуется, а здесь, здесь даже применение автоматически скидок тоже реализовано, что, например, в программе бухгалтерия в принципе отсутствует как класс, а здесь это есть. Еще вот такие вот любопытные вещи, я, конечно, буду, это самое, не все секреты открываю, вот, ну, опять же, кто, с кем на курсе столкнемся, естественно, там-то уже будем мы все это разбирать по полной программе, но на что еще хотелось бы обратить внимание, вы посмотрите, программа, программа позволяет в частности, ну, вот я говорила, регистрировать работы, производство, они реализовали возможности многоэтапного производства. В программе бухгалтерии, конечно, например, ну, если проводить сравнение, можно регистрировать производственные операции, но на уровне каком только, ну, хорошо, я сделаю акт, правильно? Все. Нерегистрация оплаты. А здесь, конечно, а здесь как раз вот красота, это я тут вот развлекалась. Вы посмотрите, какая продукция, да, я могу указать спецификации, причем, ну, понятное дело, их может быть у меня энное количество. Я могу тут же, если по спецификации, да, на основании спецификации заполнить материалы. Я могу указать, какие будут операции, да, вот опять же по спецификации. Я могу указать, какие у меня будут ресурсы. То бишь, вот сама спецификация, вот видите, выглядит следующим образом. Вот у меня идет состав моего объекта, да, вот у меня операция. Вот она. И операция, да, которая у меня указана, вот в частности сборка модулей, некая технологическая операция. Прекрасно сделано, то есть это реально работает, это реально работает, и можно, естественно, если не требуется, да, вот просто отдельно регистрировать заказы на производство. Ну, и вот я сказала, что плюс огромный в том, что программа регулярно, регулярно обновляется, то есть она развивается, и сейчас достаточно большими темпами, и в частности, вот не так давно они добавили, например, рабочий стол, планировщик ресурсов. То есть вплоть до этого. И шаг планирования можно зарегистрировать, и в частности, вот как раз вот я, когда к семинару готовилась, тут зарегистрировала заказ на производство, вот она мне показывает, что у меня эти люди будут заняты. В частности, еще что вот полезного, вот именно непосредственно в производстве, ну, то, что я сказала, можно указать этапы, ну, поскольку я показываю именно на демонстрационной версии, вот я развлекалась, я не очень, в смысле, в производстве кухни, только как бы с бытовой точки зрения, ну, вот какие-то там этапы, которые вот пришли в голову, просьба тем, у кого, да, сборка кухни, не смеяться. Вот, еще плюс огромнейший, кстати, вот когда регистрируется заказ на производство, я даже вот, давайте я просто новое создам, соответственно, помимо продукции, которую я могу указать, мне сейчас не принципиально, что это будет, да, вот я могу заполнять по спецификации, я могу еще и подбирать ресурсы. Вот оно, вот оно, вот оно, вот оно. Видите, как получается, я просто-напросто двойным щелчком подбираю, все это переносится в документ великолепнейшим образом. И плюс огромный еще, вот, кстати, именно в производственной части. Здесь, смотрите, можно регистрировать сдельные наряды, это вообще именинное сердце. Здесь можно регистрировать, вот, ну, я возьму, просто готовый показать, учет времени. И здесь же, здесь же, когда речь идет именно о производственной деятельности, вот именно в части ресурсов, еще есть возможность создания бригад. Это вообще получается замечательным образом. То есть, в частности, вот, когда регистрируется документ, ну, вот в моем случае, вот я сделала бригаду, сейчас вот показывала, у меня есть бригада, которая называется сборочная. И тогда, тогда я великолепнейшим образом, великолепнейшим образом могу, регистрировая заказ на производство, сразу же, как видите, вот заполнить состав бригады. Если надо определить КТО, что тоже очень здорово, дальше уже программа мне все рассчитывает сама. Но вот поскольку, да, я не очень в сборке кухен, кухонь разбираюсь, поэтому они у меня, как видите, там 10 столов будут собирать в течение целого дня. Ну, это уже излишки, издержки производства. Вот, может быть, чтобы мне, как бы, не обидеть еще и часть закупочную, в части закупочной тоже, что есть симпатичного, можно регистрировать прайс поставщиков. ИНТ плюс. ИНТ плюс. То есть добавляется, как видите, великолепнейшим образом. Еще вот что хорошее в закупках, ну, то, что у нас будет обсуждаться, это, опять же, вот резервирование запасов. Смотрите, инвентаризацию можно великолепнейшим образом проводить. Опять же, с получением всех печатных форм. То есть вот замечательно сделано именно то, что программа, повторяю, как такового, знание букв учета, она не требует для этого есть. Отдельно взятые программы, бухгалтерия, например, там, или то, что у вас установлено, но при этом, при этом, все-таки любые печатные формы стандартные, они предопределенные, они здесь у нас с вами предусмотрены, и мы можем жить долго и счастливо. Но вот по поводу печатных форм, вот еще хочу уточнить, обратите внимание, здесь даже вот что предусмотрели, в свое время в управлении торговлей, в общем-то, нормально это работало, только когда дописывали программисты, ну, правда, это уже было давно неправда. И, видите, можно шаблоны коммерческих предложений, договоров создавать самим. То есть, вот, указывается название, да, там указывается в частности, вот оно. И дальше великолепнейшим образом можно подгрузить там тот же самый вордовский файлик, и жить долго и счастливо, и плюс еще, чтобы она автоматом подставила в шаблон требуемые поля. Ну, поля, конечно же, предопределены заранее разработчикам, но обратите внимание, их не так мало. То есть, в частности, для заполнения, я для заполнения, ну, вот я открою, вот, образец того, что предусмотрено разработчикам, вот, сейчас, секундочку, вот, для заполнения всех частей договора более чем достаточно, чтобы она подставляла все типовые поля прекраснейшим образом. То есть, казалось бы, такая программа простенькая, а по факту, по факту возможности у нее совершенно колоссальные. Ну, денежные средства, вот, кстати, даже договор о кредитах и займах предусмотрели. Но из любопытных таких вещей, полезных, что здесь предусмотрено, на что, конечно, хотелось бы вот обратить внимание, это платежный календарь. Ну, платежный календарь, он есть в программе управления торговлей, он есть в программе управления торговлей. Ну, к сожалению, здесь вот я возьму просто период побольше, чтобы показать. Вот. То есть, смотрите, вот они, платежи наличными по кассе. Можно вообще, если понадобится, регистрировать здесь все руками. И такая постановка вопрос тоже предусмотрена. Ну, опять же, с соответствующими настройками. В стандартной программе бухгалтерии, в чистом виде вот такого, нет платежного календаря. Но, с другой стороны, например, документы, в частности, банковские кассы, они, конечно, упрощены. Ну, просто вот любопытство ради, чтобы показать, что это за творчество такое. То есть, если у нас поступление, то мы выбираем, да, если касса, то мы с вами выбираем. Но, сами документы, они, конечно же, примитивнее, чем в частности, в частности, в той же бухгалтерской программе. Но, обратите внимание, если у меня авансовый платеж, я тут же могу еще фактуру создать. По факту, по факту, вот, не знаю, какая-то такая вот радостная программа, она меня вот реально очень радует. В части зарплаты, в части зарплаты, тоже, даже предусмотрели простенькое, но штатное расписание. То есть, можно и зарплату учитывать, можно, в частности, создать для организации календарь налогов и отчетов. Да, вот, обратите внимание, налоги, вот они, вот они. Вот то, что я говорила, отчетность, кстати, в основном ориентирована, конечно же, на упрощенцев, на ИПшников. Это тоже немаловажно. Даже вот специально покажу, специально покажу, список регламентированной отчетности, он здесь присутствует, но если, например, у кого-то сейчас стоит выбор из присутствующих, надо устанавливать программу, либо не надо. Вот, имейте, пожалуйста, в виду, что списочек, как видите, отличается в разы, да, и в частности, здесь нет бухгалтерской отчетности, как таковой. Ну, поскольку учет оплаты труда ведется, то, как видите, по крайней мере, то, что мы сдаем с вами, вот, СВМ, СВСТАЖ, здесь это все присутствует. Здесь это все присутствует. Ну, именно в силу того, что программа ориентирована на управленческий учет, мы с вами, мы с вами, в общем-то, чисто бухгалтерских отчетов здесь не получим. То есть не надо думать, что она полностью заменит бухгалтерскую программу. Такое мнение тоже не должно быть ни в коем разе. Хотя, хотя, в общем-то, я думаю, я ни для кого не открою каких-то страшных секретов. У нас с вами сейчас есть весьма-весьма полезные возможности формирования отчетности, например, да, через тот же контур. Но это не в порядке рекламы, это просто как бы, как вариант скомбинировать. То есть, например, быть абонентом одной из компаний, которая предоставляет функционал по отчетности, и плюс управление нашей фирмой. И получается, в общем-то, достаточно достойное решение. Что есть, то есть. Ну, вот еще, что у нас с вами, конечно, здесь такого вот полезного есть, это, в общем-то, ради чего все это делается, зачем это нужно. Вот, в частности, смотрите, бюджетирование, да, оно простейшее. Но оно тоже здесь предусмотрено. Я могу создавать бюджеты, я могу и, да, вот, соответственно, по сценариям создавать. Я могу для компании создавать планы продаж, что, в общем-то, тоже весьма и весьма полезно в нашей жизни. Ну, и, конечно же, конечно же, та аналитика, которая, в общем-то, формируется в программе, то есть, в частности, в частности, посмотрите, мало того, что она формирует, к примеру, там, отчеты по продажам, со всеми вытекающими последствиями. И изначально предусмотрено, но это, правда, и есть практически во всех программах 1С, но и здесь в том числе, что немаловажно. Я могу не просто сформировать какой-то отчет, я могу сделать так, чтобы он автоматически отправлялся руководителю компании. А вот это уже, конечно же, дорогого стоит. И я бы сказала, что все-таки программа, она как раз именно в силу того, что ориентирована на компании мелкого и среднего бизнеса, возможности, все-таки плюс восьмая платформа, возможности, заложенные изначально таким образом, что многие вещи мы можем с вами сделать великолепнейшим образом, даже не имея программистов под рукой, что немаловажно. То есть здесь так же, как и в любой, ну вот я пока список отчетов основных просто хочу показать, то есть она делает тот же самый управленческий баланс, но единственное в моем случае это будет все-таки, давайте я возьму прошлый год, поскольку на демонстрационной базе, вот она, вот такая вот красота, вот можно, как видите, получить и динамику расходов, ну в данном случае без настроек, но обратите внимание, что в настройках можно определять и какие диаграммы, да, что я хочу видеть по строкам, по столбцам, и сделано это весьма доступным образом, а не так, как это в стандартных программах 1С, где в общем-то с расширенными настройками надо знать, как бороться, либо обращаться к программисту, то есть вплоть до этого. Вот она любезная моему сердцу оборотно-сальдовая ведомость, вот только вот в таком виде, еще раз хочу подчеркнуть, что изначально здесь, соответственно, есть встроенный план счетов, и он по умолчанию копирует план счетов из расчетной организации. И здесь точно так же, посмотрите, можно провалить с двойным щелчком, получить детализацию вплоть до документов движения. Ну и, понятное дело, сразу открыть нужный документ движения, если так и необходимость возникнет. Вот. То есть с отчетностью здесь тоже здорово, ну и, конечно же, сведения по финансовому результату. Программа великолепнейшим образом может быть синхронизирована, например, с той же программой бухгалтерия, с той же программой управления торговлей. Вот сейчас, да, если говорить о синхронизации, просто чтобы мне не быть голословной. Буквально. Вот. То есть с типовыми, ну, в частности, видите, бухгалтерия, розница, ну и плюс у нас есть универсальные аминтанты, а это фактически то, что требуется во многих случаях. То есть здесь тоже синхронизация, один раз отмучились, настроили, а дальше уже живем долго и счастливо. На уровне кнопочку нажать, и вот то, что я вам говорила, что появилось мобильное приложение, заодно, кстати, вот, да, но я не корысть, радио умолчала, обмен сайта. Да-да-да. То есть в частности, если речь идет непосредственно о работе в программе, то здесь, как видите, предусмотрено в том числе и создание сайтов, вот, в частности, СИИ находится в разделе CRM, то есть можно легким движением руки. Ну, есть некие образцы, все это, конечно же, достаточно условно, в моем конкретном случае, именно в силу того, что параметры создания этого сайта, как видите, отсутствуют. Да, но если там ля-ля-ля, чего-нибудь, сейчас, секундочку, ну, формировал. Вот таким вот образом выбрать оформление, то есть есть предопределенные варианты, и можно посмотреть, ну, в общем-то, вполне, и сказать, что хочу создать сайт. Сейчас. То есть по факту, по факту получается весьма достойное решение, которое для многих организаций, в общем-то, поможет без какой-то дополнительной инициативы со стороны программистов, а работать очень комфортно. Ну, вот, долго, к сожалению, делает, но просто хотелось бы показать. Арендуем магазин. Ну, пока она создает, вот, вот, немножечко так пробегусь, пробегусь, вот, в частности, вот я говорила, что наша цель вот этого курса, который запускается, это, конечно, изучение функционала по разным видам деятельности, именно поэтому, именно поэтому в учебной базе будет, в частности, грубо говоря, вставлено, или, если хотите, рассмотрено, все, что требуется, и все, что не требуется. Вот, то есть, вот, смотрите, какая красота. Да? То есть, со всеми подсказочками, великолепнейшим образом, да, вот оно. Я могу взять, посмотреть, что она мне сейчас тут натворила. Ну, это на фоне, извините, того шаблона, который я выбрала, просто не глядя, мне, я, к сожалению, не обратила внимания, что речь идет о гадалке Людмиле Изольдовой. Вот, меня просто яркий фон привлек, вот и все дела. Но, естественно, можно из программы создать сайт, и, кроме того, кроме того, как видите, предусмотрен обмен с сайтом. То есть, опять же, легким движением руки мы с вами получаем, ну, возможности, по сути, сколоссальные. Вот, ну, и, собственно, вот, о чем мы будем разговаривать на занятиях, это вот, как видите, как управлять заказами клиентской базы, как работает CRM-модуль, как учитывать продукцию, работу, услуги, товары, денежные средства, ну, и аналитика, 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 ну, естественно, планирование, контроль работы персонала. То есть, планы, как видите, в общем-то, немаленькие. Благо, программа это позволяет, ну, и, опять же, ну, это вот моя точка зрения, уже, как бы, зная возможности программы, мне кажется, что вот, по факту, реально, очень достойное решение, очень достойное решение, которое позволяет решить очень многие проблемы, очень многие вопросы, и мы, как бы, вот эти решения не можем получить на базе типовых конфигураций, вот основных, те, что я перечисляла в начале нашей встречи, это как раз вот бухгалтерия, зарплата, торговля. Да, что-то есть в бухгалтерии, что-то есть в зарплате, значит, стандартно мы это ставим все по отдельности, настраиваем синхронизацию, живем долго и счастливо. Но, в лучшем случае, мы тогда, управленческие учеты, то не в том объеме, как позволит управление нашей фирмы, получим только где в программе управления торговлей. А в силу того, что она, конечно же, ориентирована именно на торговлю, в общем-то, получается регистрация каких-то там производственных операций, да, она в программе управления торговлей предусмотрена, но это делается через документ по прочим доходам и расходам, и не всегда это, мягко говоря, комфортно. А здесь мы получаем практически идеальное решение, ну и естественно, естественно, вот еще раз хочу подчеркнуть, что вот в производстве, да, мы не получим в типовой конфигурации, вот в основных, стандартных с вами, тех возможностей, которые предусмотрены в управлении небольшой фирмы. работы, я вас умоляю, это только ERP-система ремонта, только ERP. Вот, ну и CRM-модуль, да, вот здесь вот я не буду спорить, он есть в управлении торговлей, по моим ощущениям, они примерно сопоставимы, потому что вот список событий основных, он тот же, ну, как видите, она прекраснейшим образом, вот в аналитике, например, по CRM, в аналитике по CRM, как видите, вынесены и анализы продаж, и в том числе, в том числе, и незапвенная воронка продаж, любимое руководством компании, вот, сейчас прям сформирую, чтобы показать, ну, и здесь вот плюс огромнейший, как видите, можно сделать отборы и по видам заказа снарядов, в частности, то есть по менеджерам, по покупателям, прекрасная вещь, и, конечно, вот то, что я вам показывала, например, мне очень понравилась вот эта вот работа с лидами, изумительно сделана, никакой головной боли, хочу, работаю через соответствующие кнопки, хочу, работаю, вот, просто со справочником, ну, и прекрасно, это, конечно, вот, по сути, рабочий стол, точно так же, кстати, вот, если у компании есть розничные продажи, в программе настраивается рабочее место кассира-операциониста со всеми вытекающими последствиями, вот оно, вот, и здесь, как видите, мы можем сразу регистрировать абсолютно все, что требуется, либо, либо, вот, если речь идет о рознице, а тут грешна, я ее не упомянула, а здесь, как видите, вся та же самая ситуация, то есть, в частности, предусмотрена возможность открытия смены, и можно создавать чеки ККМ, предусмотрена регистрация и оплаты, и налом, и безналом, сейчас очередным обновлением они добавили, в том числе, и бонусы, бонусы, да, здесь тоже уже можно учитывать, и подарочные сертификаты, то есть, в итоге, в итоге, вот, если так подвести, то, очень достойное решение, я думаю, любая компания, ну, уточню, компания с любым видом деятельности, она для себя найдет здесь огромное количество плюсов, огромное количество плюсов, ну, и самое главное, это, конечно же, то, что это, в первую очередь, управленческий учет, который у нас с вами здесь присутствует, здесь присутствует, вот, я уже, собственно, показывала, вот он и баланс, который прекраснейшим образом может быть сформирован, вот оно, все здесь есть, и очень комфортно, то, что получить результат можно именно с учетом регистрации абсолютно стандартных документов, абсолютно стандартных, да, термин проведения, он здесь присутствует, и есть такое дело, но здесь все-таки формируются проводки именно в целях управленческого учета, то есть на выходе мы получили, вот, в настоящий момент очень достойный продукт, очень достойное решение, и, в частности, если у кого-то сейчас стоит выбор, стоит или не стоит приобретать, или если, как бы, у кого-то решается вопрос, какую программу приобретать, я бы советовала обратить внимание в том числе и на управление нашей фирмой. Синхронизация есть, но еще раз напомню, я уже это говорила, что все-таки, поскольку здесь управленческий учет, да, и специально даже показалось, что отчетность, да, здесь есть регламентированная отчетность, но она отличается, бухгалтерского баланса нам с вами здесь никто делать не будет. Ну, и, естественно, естественно, поскольку программа вот относится к одному и тому же семейству, когда настраивается синхронизация, то тогда у нас с вами идет обмен данными, в том числе между программой бухгалтерской и программой управления нашей фирмой, здесь мы получаем вообще очень большое количество плюсов, то есть, с одной стороны, именно, да, программа бухгалтерия со всеми своими стандартными плюсами и добавляется еще управленческий учет именно в программе управления нашей фирмы. Ну, вот, пожалуй, все, что я хотела сегодня рассказать, но вот реально очень достойно решение, прям вот, кто выбирает, обратите внимание, хорошая вещь получилась, и приходите, расскажу все подробно. Хорошо. А когда вы планируете запускать? 11 марта? Да. 11 марта, да, вот, сейчас покажу, то есть, вот, 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 перестаралась, потерапилась. Да. Вот так. Да, программа курса, ну, в общем-то, кому это интересно, программу можно посмотреть у нас на сайте, просто, да, либо вот по ссылочке, да, либо забить в поиске управления нашей фирмой и посмотреть, ну, вот, да, как-то вот, поскольку она такая многогранная, то будем и производить, и работать, и учитывать, ремонтировать, да, и ресурсы будем отправлять, да, да, на работу. Да. Да, 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 это, это, это управленческий учет, только управленческий учет. Бухгалтерской отчетности вы здесь не получите, это очень важно. То есть только управленка, но зато, с другой стороны, управленка, ну, она реально, ну, вот, сейчас записи уже нет, она реально классная, поскольку вот для того, чтобы получить такой же управленческий баланс в программе управления торговлей, это, извините, вот надо вот извернуться достаточно серьезно именно в силу того, что там не очень комфортно сделано, там, да, есть возможность регистрации прочих доходов, расходов, и получается, что я тогда и производственные операции, зарплату, и все это, все это я должна вот одним этим документом, ну, там, что у меня там доход, расход, вот заносить, чтобы получить вот такой вот управленческий баланс, как здесь, а здесь это вот просто все регистрируем, стандартные документы, а на выходе получаем без всякой головной боли. компания должна быть очень большая, это для категории мелкого и среднего бизнеса, для больших компаний есть 1С и 1РП, только цена вопроса там, она как-то разительно отличается, вот, то есть, если речь идет о крупной компании, здесь, понимаете, вот они, по моим ощущениям, они взяли все то хорошее, что у них есть вот в типовых конфигурациях, и наконец-то предусмотрели возможность для как раз небольших компаний работать комфортно. Ну, почему? Потому что так-то может быть и достаточно большим. Мы все, да. Но работают программисты, да, если работать в стандартных каких-то блоках, в принципе, там достаточно много требуется вмешательства. Ой, нет, это если не зарываться, там можно все обойти великолепнейшим образом самим. И здесь, кстати, тоже тут настраиваются отчеты, формы документов, но, естественно, все равно это идет вот в рамках которой мы заданы на разработчикам, но все равно оно присутствует. То есть, для того, чтобы даже я специально показала, вы же видели, вот я сидела тут развлекала, вот сайт я сделала для гадалки Ивановой там, или как ее, ну, я утрирую, ну, вот, а для того, чтобы мне все это сделать, да, мне надо пойти, допустим, там на регро, сделать все заявку, там такие же точно шаблоны, я там буду сидеть, потом я буду думать, как это мне все с 1С слить, да, ну, и опять же, если там кто-то на Битриксе и так далее, на все это все великолепнейшим образом предусмотрено. То есть, здесь, я не знаю, плюсов огромное количество. Минусы, естественно бывают, потому что программу пишут люди. Ну, конечно. Поэтому тут без этого никак. Спасибо большое. Пожалуйста. А на самом деле, вот 1С, получается, управление нашей фирмы, это то же самое, что у организма предприятия, или это все? Нет. Это разные вещи. 1С предприятия, это платформа. Это платформа. Ну, то есть движок. Вот, сейчас, секунду, я это уберу. и покажу, просто, чтобы было понятно. Вот, вот, 1С предприятия, это вот это вот окошечко. Вот это вот окошечко, фактически. Так? Windows для компьютера. То есть, как бы уже в него входят инвестиционные фирмы. А вот эти вот конфигурации, или если, ну, вообще-то это конфигурация называется, ну, тот говорит программы и так далее, то есть сначала ставится, на комп вы ставите сначала Windows, да, там Linux или что-то еще, а потом ставите Word, Excel, и дальше. Здесь та же ситуация. То есть, есть платформа, 1С предприятия, 8.3 на настоящий момент. Да? А когда она устанавливается, вы получаете вот просто это окошечко с пустой панелью. А дальше сюда уже дополнительно устанавливаются те конфигурации, которые требуются для конкретной отдельно взятой организации. Ну, то есть, как бы, допустим, если требуется, допустим, вакансия есть, да, требует знание один из предприятий. То есть, не просто, но очень... Это значит, неграмотный менеджер, который размещал вакансию. Понятно. Потому что, понимаете, если пишут... Да, то есть, зарплата, бухгалтерия там и так далее. Потому что, бывает такое, к сожалению, бывает, но это просто... Да, и я, честно говоря, вот на занятиях тоже вот бывает, слушатели рассказывают, я злобно ругаюсь по этому поводу, но я понимаю, что от менеджера по персоналу это не их епархия, они не обязаны знать специфику, но, понимаете, с тем же успехом человек может прийти, он может быть профи, например, в программе бухгалтерия, а ему напишут, что ДНС предприятия, он придет и упрется в управлении торговлей. Вот, а там все-таки, ну да, похожие документы есть, но это программы разные. А когда покупаете, то, как правило, в поставке как раз идет сначала, что сама платформа, а потом уже конфигурация. То есть, по сути, да, я утрирую, но два экзешника у вас будут. Но когда вот пишут одиннадцать предприятия, то все-таки надо обязательно уточнять, то есть иначе многие программы достаточно ощутимо отличаются, да и плюс еще к тому же они все меняются, развиваются, есть еще в ДНС понятие редакции. Вот, даже управление торговлей, например, до сих пор есть десятая редакция, одиннадцатая. И если человек умеет работать в десятке, не факт, что он придет, он увидит эту одиннадцатую и поймет, что он в ней ничего не понимает. Потому что здесь тоже вот этот момент надо учитывать и уточнять всегда. Ой, всегда. Иначе крау. Ну, знаете, мне надо еще уточнить. Потому что я пугался работой в бухгалтерии, да? Да. Когда я влезаю в торговлю, я вот тоже там. Ну, потому что они разные, согласитесь, да? Поэтому я вот говорю, что... И отчеты формируются по-разному. Нет, ну, настройки там общие, конечно, есть, но все равно отличие, конечно, очень большую, конечно. До свидания, приходите. До свидания. До свидания. До свидания.